И первая поездка состоялась. Отряд юно-армейцев Залесовского округа стал участником патриотического слета в Бийске. И встреча была продуктивной, рассказывают ребята. И автоматы разбирали, собирали, показывали вооружение. И в музей мы попали, посмотрели на различные экспонаты. Но участие в интересных краевых мероприятиях часто бывало под вопросом, так как школьные автобусы не всегда свободны, да и не подходят для дальних поездок. Новый автобус помог купить депутат Госдумы Александр Прокопьев. Главной проблемой, в первую очередь, была доставка наших спортсменов на Олимпиады, на какие-то выездные соревнования. Поддержка Александра Сергеевича Прокопьева, депутата Государственной Думы, позволила решить эту проблему. И с помощью его поддержки мы сейчас сегодня и сможем выезжать и на соревнования различного регионального межмуниципального уровня. Передача автобуса Центру спорта и молодежи – это социально ответственное решение администрации Залесовского округа и существенная помощь молодежным инициативам. Теперь, когда микроавтобус закреплен за Центром творчества и спорта, у спортивных команд и у творческих коллективов появилось больше возможности участвовать в районных и краевых мероприятиях. А это значит, что у Залесовской молодежи будет больше возможности принимать участие в крупных мероприятиях. И, конечно же, я искренне желаю и спортивных, и творческих побед. Залесовские юно-армейцы – первые пассажиры нового автобуса. Однако, прежде чем он отправился в путь, пришлось повозиться с оформлением разрешительных документов на перевозку детей, позаботиться о технике безопасности и нанять ответственного водителя. С этим справились на 100%. Когда за рулем, некогда общаться. Надо за дорогой следить. Все-таки дети. Начальник отдела по спорту, туризму и дела молодежи Залесовского округа Диана Коречникова ждет весну, чтобы освоить новое направление деятельности. Это и туристические маршруты, это и этнографические маршруты, которые у нас имеются, которые мы сейчас хотим развивать. Но нам не хватало транспорта. Сейчас он есть, поэтому все будет хорошо, я надеюсь. Первые пассажиры, юные армейцы, отправляются домой после яркой поездки. Но не за горами другие путешествия, например, на зимний фестиваль ГТО в Ребриху. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком.